В Украине, в Киеве создан специальный штаб, там команда людей, которые общаются через Телеграм, через WhatsApp, и они общаются с командами. Необходимо для этого создать ячейки. Я еще раз хочу напомнить, что такое ячейка. Это простая вещь, которую почему-то многие считают очень сложным, непонятным, трудным. Вам достаточно формировать команду из пяти человек, тем, кому вы доверяете. Бывает 10, но я не думаю, что должно быть больше, потому что информация в этом случае растекается, и человек не может доверять больше, чем 10 человек, верить в них, что они не сдадут, не сломаются. Поэтому вы создаете команду из доверенных людей, 5 человек, выходите на штаб, и мы начинаем обсуждать наше взаимодействие через Zoom в режиме видеоконференции. Эта информация останется только между нами. Буквально несколько дней назад вышли десятки, сотни тысяч протестующих в Гаване. Это, представляете, та страна, которой мы разочарованно считали, что уже Куба, наверное, никогда не проснется, что она под пятой диктатора. Между прочим, там режимы покруче, чем в России, или в Казахстане, или в Туркмении. Там жестко все подавлено. И вот, представляете, вы сейчас видели, буквально сотни тысяч людей вышли на улицу. Я хочу сказать, что это очень сильно пугает Нурсултан Назарбаеву и все ближайшее окружение. Для этого необходимо объединение таких людей в специальные ячейки, в которых состоят только те люди, которые доверяют друг другу. Это могут быть друзья, родственники или коллеги по работе. Такая небольшая группа из 5-10 человек и называется ячейкой. Поэтому каждая ячейка общается только с представителями штаба ДВК. Что нужно для того, чтобы именно концентрация произошла, консолидация, чтобы действительно это была единая масса, объединенная единая целью и задачей. Для этого нам нужны активисты, гражданские активисты, которые на местах организовывают эти митинги. То есть лидеры, те самые лидеры, которые действительно ведут за собой людей. И не один человек, их должно быть много. И тогда вот эти старые лидеры, старые гражданские активисты, которых сейчас режим знает буквально каждого наперечет, их блокируют накануне митинга, их задерживают, находят разные способы, чтобы не допустить их участвовать в этих митингах. Тогда смысл для режима это теряется, потому что появляются новые активисты. А что значит новые активисты? Это новые ячейки. Люди, которые подготовленные, работающие со штабом, они приходят и когда там масса собирается, организовывают людей. Вот для чего нужны ячейки, лидеры ячеек, много ячеек. Понимаете? Иначе это будет хаотично. Это будет как в Минске, в Беларуси, когда десятки тысяч людей будут двигаться в разные стороны, толпами. И не будут управляться местными лидерами из единого центра. Поэтому, уважаемые друзья, я призываю вас активно создавать ячейки. Выходить на штаб демократического выбора Казахстана. Давайте взаимодействовать. Очень важно, чтобы каждая ячейка поддерживала контакт только со штабом и не общалась с другими ячейками.